Доброго времени, дорогие любители домашней экзотики! На моем столе совсем молоденький экземпляр самого причудливого папоротника – плацетериума дважды вильчатого. Совершенно особенная внешность плацетериума словно создана для того, чтобы любоваться им. Эпифитный плацетериум обогатит интерьер квартиры и будет выигрышно смотреться, располагаясь на необычных подвесных конструкциях. Для создания подвесной платформы мной выбрана струганная сосновая доска с заранее подбитой к ней хорошо вываренной сосновой корой и высверленной для удобного крепления по четырем углам отверстиями. Сосновая кора – далеко не случайный выбор, так как сама по себе является комплексом биологически активных веществ. В качестве подложки и источника питания мы используем моксфагнум с кусочками пригнившей коры и мелких листьев. Также нам понадобится небольшое количество нераскисленного верхового торфа и гумус. Ножнички для обрезки и леска калиброванная 8-миллиметровая. Приступая к созданию композиции, извлечем платицериум из транспортировочного горшка, слегка обжав его или постучав о край стола. Нам этого не потребуется, потому что немного подсушили грунт в течение двух суток. Мы легко извлечем папоротник со старого места проживания. Нам необходимо почистить корни от старого субстрата и расправить отросшие корешки. Данный экземпляр был приобретен мной еще в январе месяце. Имел засушенные кончики, пострадавшие от залива оснований черешков и стертые ворсинки в центральной части листовой пластины. За это время он успешно прошел адаптацию, нарастил ворсиночки, а после пересадки на подвесную конструкцию займет свое постоянное, хорошо подготовленное место в интерьере. Вообще назвать архаичный эпифит легким выращиванием растениям невозможно. Платицериум требователем к условию выращивания, показателем температуры, освещению и влажности. В моей домашней оранжереи платицериумом определена северная часть помещения. Создавая оптимальные условия для развития папоротника, мне пришлось учитывать такие факторы, как сквозняки и наличие резких перепадов температуры. Северная часть дома в летний период не успевает прогреваться так, как и южная, и сохраняет прохладу и небольшую влажность даже в самые жаркие дни. Для маленького эпифитума мною использовалась лампа бикалорного освещения и находилась она на постоянном месте. Платицериум очень требовательный к освещению. Под лампой бикалорного освещения растение будет находиться вплоть до периода образования стерильных вай. И как вы сами можете наблюдать, предаточные корни нашего растения очень хорошо развиты. Ему будет чем цепляться за неровности и шероховатости в сосновой коры. Стерильные округлые ваи платицериума еще не образовались. Со временем они сформируют скобу или карман, в котором соберутся органические остатки и вода и закроют предаточные корни от повреждения. Пока же мы составим питательный субстрат с содержанием минералов и микроэлементов, что послужит хорошей основой для питания нашего папоротника и его дальнейшего развития. В качестве основы нам понадобится мох с фагнум с перегнившими частичками листьев и остатками сосновой коры. Мы поделим их на мелкие фракции. Добавим немного верхового торфа гумус. И если вы впервые решили завести такое экзотическое растение, можно добавить мелкие фракции угля, древесного угля. Выкладывая питательную основу на нашу платформу, необходимо помнить о придаточных корнях. Им нужно за что-то цепляться, и поэтому основа не должна быть толще одного сантиметра. Помимо основы, наш папоротник имеет свой собственный земляной ком, который также содержит питательные вещества. Для образования чаши нам потребуются более крупные фракции хосфагнума с частичками перегнивших листьев. В свое время они также станут источником питания для скобы растения, но сразу после пересадки помогут композиции сохранить и влагу, а также придаточные корни уберегут от пересыхания и повреждений. Поэтому мох можно не жалеть и выложить достаточно толстым слоем. Дорогие любители экзотов, наша главная задача обеспечить папоротнику теплое и влажное место и постоянный режим содержания. Как показывает практика, платицериум не любит направленное опрыскивание, но смочить из пульверизатора сфагнум теплой водой обратного осмоса будет для папоротника приятной процедурой. А при комнатной температуре выше 24 градусов можно устроить теплый душ, заменяющий терапический дождь. Полив обеспечить регулярный один раз в неделю, используя минеральные и органические удобрения. Поочередно праздевая в отверстие свободный край лески мы сформируем некое подобие сетки, которая будет фиксировать питательный субстрат на блоке. Более подробно об этом мы рассказывали в предыдущем видео Платицериум дефуркатум пересадка на блок. Поэтому я не стану уделять много внимания формированию корзины. И еще раз заострю внимание на освещении. Мои Платицериум живут на северной стороне дома. И поэтому я использую в дневное время досветку спектральными лампами. Если вы решили свой Платицериум расположить на южной или южно-восточной стороне окон, то вам будет достаточно этого освещения. Но избегайте попадания прямых солнечных лучей, чтобы не повредить роскошную крону папоротника. Влажность воздуха в помещении я регулирую при помощи искусственного фонтанчика и ультразвукового влажнителя воздуха с эффектом тумана. В этой цели можно использовать и аквариум. Я уверена, вы обязательно подружитесь и получите огромное эстетическое удовольствие, создав оптимальные условия для развития папоротника. Мы желаем здоровья вам и вашим экзотическим любимцам. Именно они требуют к себе внимания и заботы, способны стать изюминкой в коллекции растений. Подписывайтесь на канал Терра Хелли и ставьте лайки. До новых встреч! Продолжение следует...